На открытом воздухе звуки уходят и не возвращаются обратно. Если хлопнуть в ладоши в комнате, звук отразится от стены и вернется назад. Но из-за малого запаздывания прямой и отраженный звуки сливаются вместе. Чтобы услышать отраженный звук отдельно от прямого, расстояние до отражающей поверхности должно быть достаточно большим. Эта стена большая и плоская как зеркало, да она еще и наклонена на нас. С того места, где мы стоим, отчетливо слышно эхо от хлопка в ладоши. По времени задержки отраженного звука можно определить расстояние до стены. Для этого запишем звук через микрофон. Это звуковая дорожка. Вот громкий хлопок, а вот эхо от него. Время между хлопком и эхо составляет 0,48 секунды. Звук сходил туда и обратно, значит это время надо разделить пополам. Получится 0,24 секунды. Пройденное расстояние это скорость, умноженная на время. 340 метров в секунду умножаем на 0,24 секунды и получаем расстояние до стены 80 метров. Летучая мышь использует эхо, когда летает в темноте и охотится на мелких насекомых. Чтобы мышь могла видеть с помощью отраженного звука, длина звуковой волны должна быть меньше размера препятствия. Размер комара несколько миллиметров, поэтому звуковая волна должна иметь приблизительно такую же длину. Чтобы найти частоту звука, надо разделить скорость звука на длину волны. Скорость звука это 340 метров в секунду или 340 тысяч миллиметров в секунду. Делим их на 3 миллиметра, получаем частоту порядка 100 тысяч герц или 100 килогерц. Это ультразвук. Мы его своими ушами не слышим, а вот летучая мышь его прекрасно слышит и им пользуется. По такому же принципу работает эхолот, установленный на корабле. В нашей модели в качестве эхолота используется ультразвуковой датчик расстояния. Глубина дна сейчас примерно равна 29 сантиметрам. Потянем корабль за нитку, вот он проплывает над банкой, глубина уменьшилась до 15 с половиной сантиметров, мель закончилась и глубина снова равна 29 сантиметрам. Чтобы посмотреть на отражение волн своими глазами, используем волновую машину. Поставим на пути волны плоское зеркало. Вы видите, что отраженные волны тоже получаются плоскими. А теперь заменим плоское зеркало на вогнутое. Отраженная волна собирается вблизи одной точки, которая называется фокусом вогнутого зеркала. Энергия отраженной волны в этой области заметно увеличивается. Точно так же и у звуковых волн их громкость вблизи фокуса заметно возрастает. Движение волн обратимо. Выключим генератор и коснемся воды карандашом в фокусе вогнутого зеркала. От карандаша расходятся круговые волны, они отражаются от зеркала и становятся плоскими. А теперь сделаем опыт с двумя вогнутыми зеркалами. Мы взяли две крышки от сковорода к диаметрам 28 сантиметров. Чтобы зеркало хорошо работало, надо, чтобы длина звуковой волны была заметно меньше этого диаметра. Пусть длина волны будет равна 5 сантиметрам, тогда частота звука будет примерно равна 7 килогерцам. В фокусе одного зеркала стоит динамик, а в фокусе другого зеркала датчик громкости звука. Звук от динамика расходится кругами и зеркало превращает эти круги в пучок плоских волн. Когда этот пучок падает на второе зеркало, оно собирает его в своем фокусе, где стоит датчик. Сигнал от датчика регистрируется на компьютере. Отвернем зеркало в сторону и сигнал пропадает. Развернем зеркало назад, сигнал снова появился. Перекроем динамик, сигнал опять исчез. В принципе, таким образом можно передавать звук на достаточно большие расстояния.